Мы всю плоскость разбили на классы эквивалентности, когда две точки считают эквивалентными. Когда у них ордината одна и та же, а разность абсцисс делится на вот это вот расстояние. Давайте расстояние не буквально дальше. Что такое цилиндр? Считаю, что две точки эквивалентные, если ординаты равны, то есть у1 равно у2. Абсциссы отличаются, насколько отличаются абсциссы? На несколько d, то есть x2 минус x1 делится на d. Ну или другими словами, x2 минус x1 это ценность. Так как значилось, может быть все это лучше. Понятно. А вот интересно, можете ли вы мне сказать формулы, по которым измеряют расстояние между точками цилиндра? Это очень важно. Представьте себе, что у вас есть какая-нибудь точка B. Какая-нибудь точка B1, да? Ну, я не знаю, там, здесь будет B2, здесь будет точка B, B3 и так далее. Как вы считаете, как найти расстояние от точки B, это все одна и та же точка цилиндра, до точки A, это одна и та же точка цилиндра. Что вы должны сделать? А находить по плоскости цилиндра, а не через цилиндр. Конечно, надо идти по плоскости цилиндра. Надо, ребята, найти всевозможные такие стояния и из них выбрать что? Наименьшее. То есть, для цилиндра формула расстояния выглядит уже намного более украшающе, чем, вот смотрите, надо написать все-таки так, не X1, а класс эквивалентности. В том смысле, что мы не отличаем X1 от X1 плюс D, X1 плюс 2D, X1 минус D и так далее. Здесь то же самое, класс эквивалентность, да? Вот, и это будет что такое? Это будет минус, взятый по всем целым числам, такого расстояния. Здесь надо взять X2 минус X1 минус Nt, потому что мы любое число из Xов можем на D влево-вправо раздвинуть совершенно без проблем. Вот такая формула расстояния на C3. На самом деле это выглядит достаточно угрожающе, но по смыслу это легко. Лучше, проще всего по себе представлять, может быть, вы видели, обои так иногда продают, такими рулонами. Вот, или, ну, обои вряд ли вы каждый день покупаете, но наверняка, вот бывает такая фольга, фольга пищевая на кухне иногда используют, да? Представьте, с него тут есть что-то такое намокленное, да? Но единственное, в чем настоящее отличие? Когда вы берете ту же самую туалетную бумагу или обои, то когда вы наматываете, у вас каждый раз на новом витке чуть-чуть толще становится. А вот, когда идет речь о математическом цилиндре, надо себе представлять, что вы наматываете, а толще не становится. Вот у вас такая труба, катится по плоскости, катится, 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 и при этом она какая-то, она как идет и толще не становится. И туда до бесконечности катается, и назад катается. Ну вот, все. Я считаю, что про цилиндр надо объяснить понятно. Это второй пунктик нашего сегодняшнего занятия. Веренский парень, третий интересный вопрос. То. Как склеить тол из цилиндра? Надо его согнуть и склеить. Вот. Отличную идею, говорит Коля. Надо взять цилиндр и его согнуть и склеить. Идея понятна? Бесконечный цилиндр. А он бесконечный. Вот и сто. И его согнуть и склеить. Нет, хорошо. Пожалуйста. Я согласен на такую идею. Можно обрезать. Вверху и внизу. Можно сделать такие же классные киво-лескости. А, да. Можно обрезать. Добавить еще один вектор. Ребята, тогда идея уже не будет звучать столь идиотски. Потому что бесконечную штуку, конечно, вы не согнете. Но если заранее обрезать и склеить, у вас всегда получится. Только у вас не получится в нашем трехмерном пространстве. Объясняю почему. Ребята, вот, посмотрите, это вполне себе тряпка. Да? Могу ли я из нее сделать цилиндр без особого усилия? Согласны? Цилиндр получился? Да. Заветьте, рвать ее не пришлось, да? Замечательно. А теперь я пытаюсь из нее сделать торн. Очень интересная штука. Я так беру. Казалось бы, все хорошо. Я так беру. Я склеиваю. Ребята, из-за того, что это тряпка, она это перенесла. Ну, представьте себе, что я же была бумагой. Что бы у меня на самом деле сразу не зашло. Да, на самом деле это тряпка. Разрыв. Разрыв. Внутри путь короче, чем... Согласны? Что мы на самом деле сейчас хотим сделать? Что-то вроде публика. Мы хотим сейчас сделать что-то вроде публика. И совершенно очевидно, что у этого самого публика, когда вы будете его рисовать, смотрите, у него есть окружность внешняя, у него есть окружность внутренняя. И здесь вот те самые груди, правильно? Ну, я, конечно, рисую, яхто скажу, не как художник, но мне кажется, что смысл такой понимаете. Вот это расстояние что? Очевидно больше, чем это. Ребята, эту конструкцию склеить невозможно выполнить в нашем пространстве без того, чтобы не исказить метрику. То есть, если вы берете настоящий лист бумаги, то вы из него не сможете сделать то. Вы должны представлять себе то, что это не может. Хотя, опять-таки, я скажу вам с вами. Как только вы чуть-чуть еще получите математику, вы вдруг поймете, что намного лучше, чем вот так представлять себе торт в виде прямоугольника с одеждиспленными сторонами. Давайте я сейчас картинку нарисую и уверен, что сразу все действительно оправдывают. Итак, что вы делаете? Вы берете совершенно произвольный прямоугольник. Вот эта сторона у него T. Вот эта сторона какая-нибудь другая. Я не знаю, какую-нибудь еще правильную. Я не знаю. L. Да? L. Отличная сторона. L. И вы говорите следующую простую штуку. Давайте договоримся, что вот этот вот отрезок прямоугольника A, B, C, D. Что отрезок A, D склеивает с отрезком B, C. То есть A склеивается с B, D склеивается с C. И при этом, если здесь есть какая-нибудь произвольная точка X, то она склеивается с точкой на противоположной стороне, отходящейся на противоположной стоянке. Каждая точка вот этого отрезка склеивается с каточкой этой. Обратите, пожалуйста, внимание. Вот склеивание этих двух отрезков можно, посмотрев, выполнить в нашем любимом пространстве. Это действительно называется возникновение цилиндра. Сейчас я объясню другую процеду. D, C склеиваем с AB. Что это значит? D склеиваем с A, C склеиваем с B. Вот эту верхнюю конструкцию без проблем можно осуществить в нашем пространстве, не портя расстояние. У нас получается разверстывающаяся поверхность цилиндра. Вот это склеивание тоже может быть, а вот одновременно эти два склеивания сделать нельзя. Вы обязательно что-то, что-то порвете, что-то помнете. Когда вы делаете их одновременно, это уже абстрактная инструкция. Кстати, одна из главных проблем при изучении вот этих разделов математики, вообще это называется топология, состоит в том, что вы очень хотите себе это наглядно представить. Знаете, это так же, как когда учат физику, говорят, а как это наглядно себе представить лететь со скоростью скорость света? Правильный ответ. А никак. Потому что не судьба летать со скоростью как света. Не судьба и света, и скорость света вы будете себя... Понятно. Вы можете писать формулы, вы можете решать задачи, вы можете доказывать теоремы, но вообразить себя фотоном, ну можно, конечно, в каких-то там пьяных фантазиях и так далее. Но это не будет уже наука. Это будет уже рассуждение о том, как можно было бы, если бы мы, и так далее. Вот. К делу этого не иметь никакого отношения. Здесь то же самое. Попытка представить себе, а как мы это одновременно склеим, ребят, а никак. Надо просто понимать, что точно так же, как я вам выписал формулу для цилиндра, помните? Смотрите, просто сюда. Формула расстояния для цилиндра. Вот она. Я ее специально, подробно здесь не писал, да? Для цилиндра. Для расстояния между двумя точками. Понимаете ли вы, какая будет формула для расстояния на аторе? Что добавится? Давайте аккуратно это напишем. Расстояние между двумя точками тора. Вот у меня есть точка с координатами х1 и у1. Только, внимание, на этот раз уже не просто точка, а опять класс эквивалентности. Правильно? Расстояние. Вот точка х1, целый класс эквивалентности. Вот у у1, кстати, на этот раз уже опять класс эквивалентности. Да? Дальше, что у нас там? Х2. То есть х1 можно менять плюс-минус д, сколько хочешь, да? у1, можно плюс-минус л, сколько хочешь. Так, замечательно. Замечательно. И чему же равно это расстояние? Давай, включай вот это. Корень. Минимум, да, корень, конечно. Здесь, конечно, будет корень. А здесь будет минимум. Почему взяты? х2 минус х1 минус нд в квадрате плюс у2 минус у1 минус по всем целым чиселам нн. Правильно. По всем парам целых чисел. Здесь что будет? У нас еще добавится минус. Минус х1 минус нд. А дальше? У2. Вот такая формула. Ну, господа, давайте поймем, почему в малом торт это то же самое, что в лоскости. Давайте посмотрим сюда, господа. Ведь какие точки у нас на самом деле превалентны? Чтобы представлять себе торт, лучше всего представить, что вся плоскость состоит из этих прямых лиц. То есть смотрите, я продолжаю вертикально прямую так. Продолжаю прямую так. Здесь горизонтально. И после этого откладываю, откладываю. Вся плоскость состоит из одинаковых прямоугольников. У них вот здесь вот отрезок D, а здесь отрезок L. Отлично. Когда есть какая-нибудь точка, совершенно неважно какая, точка Z, то она на самом деле сразу присутствует на плоскости в бесконечном количестве экземпляров. Я не хочу вводить строгие обозначения. В общем, ребята, у нее есть сдвиги. Как только есть точка, так и ее всевозможные сдвиги вверх на L, вниз на L. Все они это та самая точка. И у любой из них сдвиги на D. Это одна и та же точка. Иногда, когда объясняют, что такое ТОР, говорят так. Представьте себе, что у вас есть палочка, которая может вращаться вокруг некоторого центра. Можете себе представить такую палочку, которая на плоскости может вращаться? Замечательно. А здесь еще одна короткая палочка, которая тоже может вращаться вокруг этой точки. Смотрите, что тогда очевидно будет. Чтобы задать положение этой механической системы, вы должны задать угол поворота. Это любой угол здесь от 0 до 360 градусов. И здесь задать угол поворота, любой от 0 до 360 градусов. То есть у вас две координаты. Они независимы от друга, независимы только одна от другой. И, соответственно, каждая из них пробегает от 0 до 360 градусов. Причем 0 это то же самое, что есть. И по одной координате, и по другой. Вот это и есть Тор. Любой Тор такой. Как вы считаете? Любой Тор такой. И представьте себе, что мы живем на этом самом Торе. Какие его характеристики мы могли бы открыть, а какие нет? Вот представьте себе, если я живу на Земле, ну и считается, что корабли плавают хорошо, умеют изменять расстояние и так далее. Как вы считаете, я могу, плавая только по Земле, туда, по океанам и проходя по поверхности Земли, могу ли я вычислить длиной квадрата? Или не могу? Ну, можете. На самом деле, что могу, потому что я могу с очень хорошей точностью измерять расстояние и, соответственно, все-таки понять, какой же из кругов на моей планете, Заметьте, не выходя в плоскость, не подпрыгивая, что называется, я могу выяснить, какую самую большую. Кстати, я вам обещал объяснить, почему сфера не является локальной такой же, как плоскость. Сейчас самое время это сделать. Господа, вот посмотрите на сферу. Возьмите, например, северный полюс. Как вы считаете, можно вдоль северного полюса измерить какое-нибудь расстояние вдоль меридиала? Из северного полюса выйти и пойти, пойти, пойти. Можно? В полосе северного полюса. И в полосе направление можно. И еще в полосе направление можно. Как вы считаете, куда мы попадем? Ну, на какую-то параллель, правильно? Мы попадем на какую-то параллель. Можем ли мы измерить длину этого уровня? Можем. А как вы считаете, формула 2πr, где r, это вот это вот постоянное вывернание? Дело в том, что длина этой окружности, это на самом деле 2π умножить на вот этот отрезок. А то, что мы вычислили, здесь он измеряется в пространстве, как если бы мы могли двигаться внутри Земли. А здесь он измеряется по поверхности. Качество поверхности больше расстоит, чем просто формула для тремя окружности. Можно, двигаясь по поверхности, измерить ее кривизну. Я не хочу объяснять сейчас, как кривизнат, но общая идея такая. Отличие сферы можно обнаружить, например, вычисляя длины окружности. Получится, что на обычной плоскости, если радиус уменьшился в 2 раза, то длина окружности тоже уменьшилась ровно в 2 раза. А на сфере это не так. Кстати, сумма углов треугольника. Я не хочу доказывать, но знаете, пожалуйста, есть такая теорема, сумма углов сферического треугольника всегда больше 180 каус. Ну, а на плоскости сумма углов равна 180 каусу. В общем, все. Сферу я забраковал. Сферу я забраковал. И теперь давайте вернемся к торгу. Правда ли, что любой торг устроен так, как я только что дорисовал? То есть берем прямоугольник, берем два отрезка, отрезок длины D, отрезок длины L и вот вычитаем. Или, может быть, даже среди таких торгов есть одинаковые. То есть я, конечно, описал эту диаметру, но, может быть, на самом-то деле при разных парах чисел D, L я могу получить одну и ту же диаметру. Ну, опять понятно, что если D, L поменяешь местами, то это же будет то же самое, да? D, L, D одно и то же. Ну, ребята, а что-нибудь поинтереснее есть? Может кто-то придумать диаметру на торе, которая была очень похожей на диаметру на торе, но при этом, чтобы она не была в диаметре полученной склеиванием с того прямого. Есть такое слово, в котором две буквы L и две буквы L. Привет! Две буквы L и две буквы M. Параллелограмм. 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 Конечно. Господа. На самом деле, никто не требовал обязательно брать прямую букву L. Ну, давайте я покажу эту картинку. И, соответственно, формула не обязательно выглядят вот так. Чтобы получить диаметрию, которая на самом деле очень похожа на то, что получается, когда берешь прямоугольник, можно начать не с прямоугольника, а начать с абсолютно любого противограмма. Смотрите, беру килограмму. Провожу прямые. Где прямые? Провожу эти прямые. Согласитесь, по сути, это ничем не отличается от картинки для публик. И дальше, что я делаю дальше? Как это называется? Кто-нибудь знает? Параллельные переносы. Параллельные переносы, да. Вот если взять вот эту точку, вот эту и вот эту, и зафиксировать эти два объекта, то на них наложено всего лишь такое условие. Вектор А не имеет права быть параллельным вверху В. То есть они, конечно, не нулевые векторы, они должны иметь разные направления. Все, больше, чем больше. Любой параллельный переносы. Смотрите, что тогда мы делаем. Мы ровно то же самое. Склеиваем вот это, вот с этим. Склеиваем вот это, вот с этим. Как это записать строго? Да очень просто. Если на плоскости есть произвольная точка M, и если на плоскости есть произвольная точка M, то мы подвергаем точку M всевозможным сдвигам. Так, у меня нет энтузиазма рисовать бесконечное множество, но я думаю, что все уже понимают, да? Вот мы сдвигаем на векторы A и B, и мы получаем множество точек эквивалентных, соответственно, расстояние между точками M и N на поре, порожденным векторами A и B. Вот это такой хороший значок, кстати, его хорошо запомните. Угловые скобки в математике, это очень полезное обозначение, они означают все, что можно сотворить, работая с тем, что это и скобок. Это очень часто нужно. Когда у вас какие-то объекты, и из них что-нибудь такое можно новое инфтуировать, то пишите эти объекты и ставите угловые скобки. И получаете то, что порождено вот этим. Так вот, значит, натурик, это что такое? Это минимум из расстояния между точкой M и точкой, полученной из точки N, сдвигом на несколько векторов A и на несколько векторов B. Где числа M и N, это любые целые числа. Пожалуйста, попытайтесь понять эту формулу. Вертикальные палки у меня обозначают расстояние. Вертикальные палки у меня обозначают расстояние, чтобы было понятно, что минимум берется во всем парам целых чисел. Т – это первая буква слова translate, параллельный перенос. Мы берем точку int и всевозможными способами сдвигаем ее вдоль вектора A на 0, на A, на 2, A, на минус A и так далее. И вот все это вместе и берем самый маленький стариф. Так вот, ребята, вообще, да, очень интересный вопрос. При каких парах векторов вы получите один и тот же нор, а при каких парах вы получите на самом деле разные фигуры? Ответ там удивительно красивый. Но я ее вам не скажу. Не скажу ли я вам, потому что вещь маленькая. И эта информация для вас еще является ответом. Вот, да? Вот, называется эта штука. Миллиарная фигура. Мне интересно, да. Мишка же должна быть в наусовом доступе, поэтому можно ее посмотреть. Либо просто в интернете, чтобы вы не любите. Я сейчас намерен успеть выполнить все свои публики. Хотя про то можно будет говорить еще очень много, настоящих там, конечно, вещей, но все-таки уже перейду к четвертому пункту – к ленте Людмус. И давайте обсудим, что такое лента Людмилуса. Только, внимание, не так, что берем какую-нибудь полоску, склеиваем. А мне нужна лента Людмилуса, которая является диаметрией в малом, совпадающей с плоскостью. Понимаете, у нее не может быть края. Потому что край, его, что называется, сразу видно. Если вы дожди до края, то, это так же Лилан говорил, да. Вот доплывешь, а там будет край мира. Ты его, что называется, сразу увидишь, да. Вот нет там края мира никакого. Вот надо, чтобы у нас на ленте Людмилуса тоже не было бы никакого края. Ага, здесь.